Здравствуйте! Вы на канале Северный Партнер. С вами Марина Рыкалина. А давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с урожаем, да и в целом с красотой на участке ближе к концу июня. Белое кружево у подножия хвойных растений. Это петунии из серии «Зацветет». Белый цвет особенно красиво смотрится вечером на закате. Эти нежнейшие петунии из серии также «Зацветет». Гибрид называется «Лилак», и он мне очень-очень нравится. Ну а в сочетании с шикарными и устомами композиции только выигрывает. У нас наконец-таки потеплело, и можно высаживать огурцы для второго оборота. Мы их планируем консервировать. Я никогда не сажаю много огурчиков одновременно. У меня плодит буквально 4-5 растений. За сезон я огурцы высаживаю 4 раза. Больше всего люблю гладкие огурцы. Это гибрид Маринин. Также люблю Герольт. Урожай перца у нас неплохой в этом сезоне. Несмотря на все капризы природы, мы уже начали собирать урожай. Раньше всех поспела капия желтая. Ранняя капуста в этом году просто шикарная. И это Настя. Если сейчас посеять ее на рассаду, то в конце сезона можно получить еще один урожай. За сезон я снимаю Настю 3 раза. Капусту слизни, конечно, трогают, но не сильно. В этом сезоне я брала крышки железные для консервации, расставляла рядом с капустой и насыпала в крышки приманку от слизней. Ну, чтобы не сыпать эту химию в почву. Кстати, работает идеально. Попробуйте. Расставлять приманки желательно вечером после обильного полива. Ох, как хрустит! Ее вес килограмм, кило двести, не больше. Я просто обожаю баклажан. Это новый гибрид Виталик. Он может достигать длины аж 30 сантиметров. Но никогда не жду этих размеров. Хочется сейчас, хочется ранний урожай. Поэтому снимаю молоденькие плоды. Посмотрите, сколько завязывается кабачков. Вообще, кабачок это такое растение. Оно не завяжет больше урожая, чем сможет выкормить. Поэтому, чем чаще мы снимаем урожай, тем кабачок больше закладывает. Поэтому кабачки тоже стараемся всегда снимать молоденькими. Врагу они супер. Кабачки из них супер. Поэтому не ждем, когда перерастут. Цветная капуста нас уже давно радует урожаем. Это ранний гибрид Уайт Эксел. Но у нас весной была аномальная жара. Поэтому головки не набрали того веса, который бы нам хотелось. Но все равно все неплохо. Снова приятный хруст. Я еще не знаю, что у меня с морковью. Давайте попробуем дернуть. Yellowstone, кстати же, желтая морковка, нужна для того, чтобы готовить плохо или уху. Томаты в открытом грунте сейчас усиленно наливаются. Я вам обещала рассказывать, как будут себя чувствовать томаты, которые посажены 4 апреля обычным способом, без заглубления стебля. И томаты, которые посеяны 20 марта с заглублением стебля. Ну, конечно же, урожай мы уже снимаем на томатах, которые посеяны раньше. Но томаты апрельские более легко наращивают вегетативную массу, так как они изначально не были нагружены урожаем. То есть выглядят они очень эффектно. И уже сейчас я могу сделать вывод, что все-таки немного томатов рано выращивать нужно. И сажать их с заглублением стебля нужно. Но основную массу, чтобы не мучить ни себя, ни рассаду, вполне можно сеять 4 апреля. Посмотрите, какие гигантские растения и какой на них завязывается урожай. После того, как мы с вами высаживаем всю рассаду, всегда остаются излишки. И ты потом не знаешь, что с этой рассадой делать. Что-то выбрасывается, что-то отдается знакомым. Вот такой томат. Кажется, это черри вера. Хотела выкинуть, посадила просто под дерево. Подвязала его к шпалере рядом с деревом. И в открытом грунте вот такой завязывается урожай. Поэтому все-таки гибриды рулят. Мы еще никак не доедим одну грядку с зеленью. Видимо, наелись весны урожая редиса и зелень из теплицы. А тем временем нужно уже сеять зелень повторно. Укроп я, кстати, посела. А вот остальную зелень нет. Самое время посеять салаты. Если вы этого не сделали, срочно сейте. На нашем загородном участке нет огромных урожаев, промышленных теплиц. Мы не ставим рекорды. Но у нас всегда, в течение всего года, постоянно есть экологически чистый урожай. Если у вас сейчас на томатах, перцах завязывается интенсивно урожай, то самое время сделать подкормку. И не забудьте своим растениям регулярно два раза в месяц давать биофунгициды и также два раза в месяц давать аминокислоты. Делитесь с вами результатами. Рассказывайте, что у вас получается, что не получается. Будем вместе разбираться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова